Добрый день, дорогие однокашники! Добрый день, дорогие однокашники! Как-то вот постепенно, постепенно уже случилось после этого два кризиса, и ничего, пережили, выжили. Прошло 17 лет, и я вот задумалась сегодня, когда ехала сюда в машине, а что, собственно говоря, я успела сделать за это время. И жизнь оказалась достаточно странной. Я, наверное, открыв свой собственный бизнес в 98-м году, я, пожалуй, устроила на работу около 150 человек. Хороший результат. Потом я работала финансовым контролером в нескольких компаниях, СТС, Медиа, Альянс, АГ, АНЖ Групп. Сокращала расходы. Ну, не буду вдаваться в подробности, но тоже неплохой результат. Потом получилось, что я занялась страхованием жизни и, собственно говоря, не уходя из этих компаний, АНЖ и Альянс, я занялась страхованием жизни и развитием пенсионных продуктов, пенсионных фондов. Много всяких маленьких вещей, но я вот сейчас вижу, что, например, компания предлагает те продукты, в которых я приняла какое-то участие. Например, мультивалютные страховые полисы или полисы соцпроекта. Мы делали с Еленой Николаевной доклад осенью. Мы делали благотворительные полисы социального проекта. Но в общем и целом, вот так вот оглянувшись назад, я могу сказать, что жизнь была очень пестрой, лоскутной, и я думаю, что она продолжит быть такой. Особенно в сфере финансов. В прошлом году, года полтора назад даже, мы с Владимиром Дмитриевичем разговорились в Фейсбуке. И тема была такая, а какими финансы станут завтра? Вот вы наверняка слышали его лекцию и, возможно, читали статью о гуманитарных финансах. И вот, разговаривая на эту тему, мы подумали, а каким образом представить финансовую отрасль вам, тем, кто будет ее строить дальше. И, собственно говоря, отсюда родились диалоги о финансовой карьере для студентов МГИМО. Владимир Дмитриевич, я передаю вам слово, и поехали, можно отсюда. Так, ну, хорошо, спасибо за вступление. Я считаю, что вступление было очень оптимистично. Значит, у нас по некоторым подсчетам, у нас предварительные записи. Было сказано, что у нас должно быть где-то порядка 130 человек. Он обидно сказал, что у нас 150 человек за свою жизнь устроил на работу. Так что считаю, что фактически гарантированно всех уже пристроили. Плюс вас меньше. Если говорить по теме сегодняшней нашей встречи, мероприятия такого, действительно, идея родилась достаточно спонтанно, но тем не менее, она, будучи реализована первый раз в прошлом году, ровно год назад, тоже в майские дни, 12 мая с ней изменяет правиль. Поэтому, так сказать, разница небольшая, практически день в день. Мне кажется, эта встреча, она прежде всего направлена на то, что вы, как будущие выпускники МГИМО, которые под разными углами, на разных кафедрах, так сказать, изучаете экономику и финансы, санитировать вас в будущей сфере приложения своих знаний и умений. Это совершенно не означает, что вы, так сказать, послушав лекции уважаемых трейдеров, создателей венчурных фондов, так сказать, брокеров или там представителей биржи, обязательно пойдете по их стопам или найдете свое место в этих институтах финансового рынка. Но тем не менее, как мне представляется, прямой диалог с теми, кто сегодня участвует на финансовом рынке, кто пытается зарабатывать или зарабатывает средства существования на финансовом рынке, наверное, он не бесполезен. Опыт прошлого нашей встречи показал, что, конечно, самым ценным в нем является не только монолог кого-то из присутствующих, но и действительно диалог, ваши вопросы, ваши рассказы. И было бы правильно, чтобы эта традиция у нас продолжалась, и я просто призываю, с вашего позволения, всех присутствующих к тому, чтобы задавать свои вопросы, интересоваться тем, что сегодня происходит на российском финансовом рынке, брать для этого себя какую-то пользу, делать свои выводы. Вот это первое, что я хотел бы сказать. Ну, второе, в данном случае такая речь может быть формальная, но она важная, она такая образовательная, но она важная, потому что я сейчас скажу. Я играю заведующим кафедром ГИМО, кафедра международной финансы. Поэтому мы взяли именно на себя такую функцию по одной причине. Ну, во-первых, по моей предыдущей снятии с финансовым рынком, некой такой прямой, во-первых, но она в зависимости в том, что я все-таки как заведующий кафедрой с таким названием чувствую в себе ответственность, чтобы тема такая важная, как международная финансы, она действительно на то или иное впитала в некое содержание, поскольку я полагаю, что международные финансы как бы широко не трактовали этот план, но на сегодняшний день является, ну, в общем, так сказать, наиболее выраженной формой вообще существования финансового рынка. И когда мы говорим о международных финансах, мы имеем в виду все. По существу нет финансовых сделок, транзакций, институтов, инструментов, которые в той или иной степени не имели трансграничное существование. Практически сегодняшний финансовый мир взаимосвязан, взаимозависим, он международный, и иногда, когда мы видим какие-то особенности, специфику, скажем, российского финансового рынка, это совершенно не означает, что он станет где-то особняком и не интегрирован в международный финансовый рынок. Но он его интегрировал. Другое дело как, другое дело с каким потенциалом туда интегрировал, с какими своими, так сказать, возможностями, опять же, инструментами, институтами, людьми конкретными, которые там участвуют. Более того, в этом нет ничего уникального с точки зрения современного этапа развития. Я глубоко убежден, что формула международной финансы является, в общем-то, единственной возможной формулой определения финансового мира, потому что, если вы посмотрите на столетия назад, в историю, вы увидите международные финансы, вы увидите генуэзские банки, которые уже тогда в средние века, а в XIV веке были международными, вы увидите дом Медичи во Флоренции, который был международным, вы увидите греческие банки, первые банки, которые были созданы еще миниалами, так сказать, в IV веке до н.э., и они были международными, потому что города, полисы греческие, и древнегреческие по существу были прообразами будущих не тех государств, они были вообще самостоятельными, с определенным суверенитетом, так скажем, суверенитетом. И истории первого, так называемого, дефолта, который там некоторые относят к Древней Греции, когда храм Аполлона в Дельфах решил возвращать деньги, которые хранились в его кладовых, одним из, так сказать, государств древнегреческим. Но это тоже говорит о том, что принципы международных финансовых отношений уже тогда развивались. Я вам еще больше хочу сказать, что, значит, если мы откроем такой достаточно трепетную, в общем, книгу, как «Гетхий завет», и почитаем заповеди, которые там существуют, то там тоже прослеживается идея, простите меня за множество, примитивизм, да, как бы примитивизацию высокого произведения, вот, но там тоже прослеживаются вопросы международных финансов, потому что записано, что, скажем, люди, то есть, снявшие тогда ингию, они им задумываются чего давать деньги под проценты своих братьев-соплеменникам, но при этом чужеземцам деньги под проценты давать было можно. Я не комментирую сами запреты или разрешения, я говорю лишь о том, что раз существовала уже тогда возможность, предполагалась возможность чужеземцев, занимающих деньги, мы можем с этим делать, то это, что кредитные и финансовые отношения тоже уже тогда существовали как международные. Короче говоря, я специально вам об этом говорю, ухожу в такие глубокие исторические идеи, не случайно, потому что вы прониклись тем духом, которым наполнены современные финансовые рынки, на которых ничего не происходит, не отзываясь во многих-многих уголках мира, не отзываясь в других странах, на национальных, так называемых, суверенных финансовых рынках, на суверенных валютах, на суверенных долгах, любое движение глобальной конструкции происходит вот в этой сети международных наследий и международных отношений. И поэтому не случайно, да? Владимир Дмитриевич, вот тут про Дельву, про Древнюю Грецию рассказываете. Можно я немножко спущу на землю наш разговор? Как вы думаете, что это такое? Какие-то магнитики. точно не древнегреческое. Кто угадает, что это такое? Какие есть идеи? Национальная поддержка системы? Промброс. Промброс. А ничего не напоминает? В Лондоне проездной есть это видео. Ну, видите, тут. Проездной, да? Ну, ладно. Я покажу вам еще одну штучку. Вот это, вы знаете, что такое? Стикеры. Стикеры. Похоже? Нет. Ну. Они на магните. Ну, подойдите сюда. А, так, да. Вот тоже. Можно? Берите вверху. Теперь учите, куда его можно приклеить. Можете подвигать. Нет, вы стикер подвигаете. Держится. Передвигается. Да. Ну, я еще скажу, что на нем можно писать ручкой, маркером, на задней стороне можно написать и стереть. И вот их еще как бы не существует. Но они начнут тренироваться и люди с чем-то констол. Можете присесть? Спасибо. Можно себе оставить? Так вот, и какое отношение это имеет к международным финансам? Я эту историю узнала буквально вот я их заполучила позавчера, а узнала историю вчера. И вот мне ее рассказал наш новый гость, ну, об этом мы еще поговорим. История заключается в том, что эти штуки, которые действуют на основе статического электричества, изобрел ФИН, но он не сумел и он сумел их произвести, но не сумел их продать. Тут пришли, с ним познакомились русские инвестбанкиры, бывшие инвестбанкиры, собственно говоря, сотрудники компаний, которые вот так же, как вы, закончили институт, пришли работать, проработали какое-то время, потом что-то разошлось. И они придумали, как это продать. Они запустили проект на кикстартере, собрали 295 тысяч долларов, и на эти деньги, проект на кикстартере, вы знаете, он имеет два следствия. Во-первых, собираются деньги, во-вторых, проект становится известен достаточно многим, в том числе дистрибьюторам. и фактически сейчас уже очень много стран подписаны на то, что в июле они получат первые поставки вот этого прекрасного продукта. Какое отношение к этому имеет международные финансы? Проектом управляют русские, проект юридически зарегистрирован, и дистрибьюция будет происходить в Эстонии, а деньги, например, на проект собирала Канада. Ну вот. А выручка пойдет на Кипр. Ну вот стоит ли ради этого быть везбанки как вы думаете? Вот. А я, вы что думаете это? У нас так это на самом деле сплошной экспром. Но на самом деле вот вы если внимательно следили за нашим сейчас представлением, значит, может сложиться впечатление, что кто в лес, кто под ровной. Я вам про прогрессию международной финансы, Алина вам про стикеры на статическом электричестве. Правильно? Вроде бы как-то получилось казалось бы в разные, абсолютно в разные стороны. На самом деле не так. На самом деле не сговариваясь этот экспром говорит о другом. О том, что когда я вам говорю о том, что на сегодняшний день в каждом изменении в каждом движении любого суверенного финансового рынка, в каждом движении суверенного банкира, проекта инвестиционного, мы чувствуем движение глобальных финансовых рынков и нельзя отрывать происходящее что-то вот в конкретном проекте здесь от того, что происходит в мире, потому что есть общая финансовая система. Возникает вопрос, а как же тогда во всем этом шумном, многообразном, не поддающемся так сказать такому быстрому охвату рассмыслению миру глобально увидеть идею, увидеть что-то, что позволяет заработать деньги, ощутить это, вложить 295 или сколько-то тысяч евро, рублей, долларов, юаней и заработать на них. Вот как совместить глобализм с микропроектом, который может вырасти в что-то большое. Как соединить вот этот микропроект как инвестиционный проект с вложением в акции Майкрософта или там в акции каких-то российских компаний. Как объединить глобальную информацию с конкретной информацией, которая нужна вам лично, потому что в конечном чуть-чуть, когда вы смотрите на терминалы, читаете газеты, смотрите такие примеры. Где они с Грецией? И где мы со стикерами? И вот тут на помощь приходят опытные участники финансового рынка, эксперты, преподаватели музов, бывшие руководители регуляторов, которые организуют диалоги для студентов о их будущем финансовом и трудовом устройствах, должны помочь вам в этом сориентироваться. Я надеюсь, что в ходе сегодняшнего наших диалогов мы найдем ответы на эти вопросы, предваряя рассказ Александр Варховского о том, как создать и продать брокерскую компанию, он, собственно говоря, из этой же области. Из области, так сказать, макро и микро. те, кто создал вот эти магнитики вновь, им тоже рано или поздно при нем и ставят вопрос. Ну, хорошо, мы вырастили свой бизнес. Надо как-то его куда-то пристроить. То есть мы должны выйти из праздника. Инвестиции, они такая вещь хитрая, что в свое время в период еще такого прекризиса 98-го года, я его считаю прекризисом, потому что реальные рыночные кризисы финансовые начались, конечно, в 2008-м году, такой прекризис, он был в принципе определенным особенностям. Тогда появилась такая шутка, потому что тогда уже только российские бруты, ценных бумаг, уже были портфельные инвесторы, тогда создавались модерненные инвестиции, и вот тогда возник такой диалог, шуткий диалог между людьми. Чем портфельный инвестор отличается от стратегического инвестора, от инвестора в бизнес? Direct Investor, да, условно делать. Вот чем отличается? Ответ был да, что стратегический инвестор бизнес, это портфельный инвестор, который вовремя успел продать свои бумаги. Поэтому вопрос выход очень важный. Но думать об этом нужно, начиная этот бизнес. Поэтому я еще раз хотел завесить эту тему, мы к ней обязательно вернемся, о том, что вот в этом глобальном мире, глобальном мире финансов, в конечном счете для каждого человека существует только его единственные, несколько единственных проектов, которые он в конечном выбирает и оказывается в них более-менее в степени успешны. И чтобы такие проекты были реализованы, нужно очень хорошо понимать законы этого рынка. И очень хорошо понимать логику той информации, которая на этом рынке циркулирует. И надо уметь работать с этой информацией. И я надеюсь, в ходе нашей сегодняшней встречи каждый из присутствующих, вот я думаю, что и в области брокерской деятельности, я надеюсь, когда мы дойдем до хедж-фондов или там, скажем, частного размещения покупок пакетов акций заблежных компаний, мы все равно будем к этому вопросу информации возвращаться. И попробуем, ну я, по крайней мере, сколько смогу, только попробую, вот, по времени я вижу, вот, своими комментариями помочь обратить ваше внимание, как работать с той информацией, которая на вас обрушивается. И делать из этой информации необходимые будут. Поэтому, вот, с учетом этих примеров, я хотел бы, наверное, вместе с Алиной передать слово Переплатовскому. ваше субтитры, 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 и субтитры, субтитры,